так добрый день дорогие друзья меня зовут евгений волоконцев в эфире проект классическая астрология мы делаем прямой эфир для инстаграма который будет также доступен я надеюсь на ю тубе спасибо за ваши реакции потому что я понимаю что я на связи сегодня я написал прогноз на текущую неделю 18 по 24 марта он доступен на моем сайте волоконцев точка ру вы можете зайти посмотреть его почитать можете посмотреть красивые иллюстрации я же хотел сейчас зачитать этот прогноз потому что он достаточно объемный и потому что вы всегда просите компактные ролики чтобы это не было на полчаса поэтому давайте попробуем в таком режиме он потом вы дадите обратную связь интересно это или нет ночь называется у меня прогноз сводки с небесных полей мир обновляется женщины страдают оптимальные решения уже созревают третья неделя марта насыщена важными звездными событиями среди которых выделяется три самых главных переход солнца в знак овно вторая фаза ретроградности меркурия и тяжелые аспекты планеты любви венеры первое обновление мира месяц рыб который погружает нас в размышления страдания творческие поиски подходит концу в среду 20 марта с четверга 21 марта вместе с весенним равноденствием наступает активный огненный знак овна вместе с ним новый астрологический год который пробуждает нас к решительным действиям и переменам многие процессы с этого четверга начнут развиваться быстро и активно люди будут ощущать пробуждение от спячки многие от размышлений наконец перейдут к действиям второе меркурий все еще не в себе но готовится исправляться продолжается вторая фаза обратного ретроградного движения планеты контактов меркурия который с начала марта вносит огромную сумятицу в наше общение работу организацию жизни он уже прошел свой пик так называемого сожжения 14 15 марта движется к восстановлению нормального прямого движения спас 28 марта но до сих пор мы ощущаем а большое нервное психологическое напряжение из-за дискоммуникации непонимания болезней потерь ошибок и сбоев в работе приходит много сообщений о смерти родственников потерянных украденных телефонах отставках увольнениях если он еще неделю продолжит в том же духе о нем заговорит уже cnn bbc и программа время хотя мы проживаем с вами подобные периоды по три раза каждый год его ретроградность сейчас марте 2019 в знаке рыб последнем знаке зодиака последнем знаке зодиака является одной из самых сложных в этом двадцать первом веке сравнима с ней только ретроградность в этом же знаке 6 лет назад феврале марте 2013 конечно надо сказать есть большие плюсы у ретро меркурия это творческие находки это возвращение старых контактов это иногда обретение каких-то давно забытых потерянных вещей идей людей но в деловом организационном плане он сейчас очень и очень сложный но надо сказать что многие находят и плюсы в этом периоде тоже плюсы например в том чтобы вернуться каким-то медицинским вопросом завершить какие-то важные медицинские вопросы какую-то психологическую проблему свою решить поэтому конечно я бы сказал на поверхности у этого ретро меркурия минусы в глубине на самом деле то что не касается деловых вещей там достаточно много плюсов часто задают вопрос это самый сложный месяц 2019 года или нет я бы сказал ответ да действительно март это самый сложный месяц многим сейчас очень очень сложно надо держаться чтобы не получить вывих мозга и психики не испортить отношения с важными людьми не загубить свое здоровье многим сейчас очень сложно но нужно продержаться еще как минимум неделю погружение психологию духовную литературу медитации тренинги личностного роста конечно нам с вами помогают третье у венера большие проблемы на небе ждем улучшения с 27 числа венера женская планета естественно планета чувств любви человеческих отношений идет по воздушному знаку водолея который отвечает за артистов дизайнеров программистов работников телевидения астрологов связистов энергетиков обычно это позитивный период года наполнены дружескими встречами весельем гостями концертами творческими увлечениями но в марте 2019 венера в этом знаке увы получает двойное поражение как говорят астрологи через острый конфликт с марсом финансовом знаке тельца и через очень неприятное соединение с черной луной да такая астрологическая точка которая связана с определенной зоной орбиты луны если первый аспект создает угрозу финансовых неприятностей и конфликтов и травм то второй аспект угрожает вопросом любви и дружбы здоровье женщин особенно водолеем явно осложняет командную творческую работу в такой момент высока вероятность конфликтов разрывов отношений разводов самый сложный период конфликтности по венере на этой неделе можно ожидать в понедельник 18 марта затем во время пика дисгармоничного аспекта с марсом 20 21 марта и поздно вечером воскресенье 24 марта на фоне еще и как вы знаете очень непростой луны в знаке скорпиона в это время конечно на этой неделе берегите самых важных людей своей жизни конечно не ругайтесь из-за денег удаляйте из своей команды людей которые вносят тяжелые искажения и дисгармонию позитивное улучшение можно ожидать с 26 27 марта когда венера покинет знак водолея перейдет в знак рыб для нее гораздо более мягкий подходящий когда выйдет из конфликта с мужской планеты и удалиться от этой темной точки которую мы называем черная луна по-английски black moon дальше у меня как бы вторая часть прогноза которую мне называется лунный цикл недели и прогнозы краткие небольшие для знаков зодиака значит приступим к этой второй части в четверг 21 марта вместе с астрологическим новым годом весенним равноденствием мы будем проживать полнолуние в знаках овна и весов в это время многие вещи выходят на поверхность можно сделать громкие анонсы получить реакцию публики на свою работу можно получить объективную картину относительно того что было скрыто до какого-то момента полнолуние мы особенно возбудимы наблюдается плохой сон нервозность нужно быть аккуратнее с высказываниями потому что они могут разлететься на весь мир вообще нужно быть внимательнее на дороге в понедельник луна движется по яркому праздничному знаку льва акцентируя внимание на теме любви детей праздников знаменитостях однако конфликты с марсом венерой говорят о серьезных эмоциональных стрессах с близкими любимыми людьми во вторник и среду луна в знаке девы приносит деловой настрой призывает наводить порядок в документах на рабочем столе может поднимать медицинские вопросы в эти дни мы больше переживаем и нервничаем зато они хороши для уборки и химчистки и ремонта техники но в общении много критики сухости холода не хватает естественно чувств романтики эмоции четверг и пятница луна в знаке весов помогает решать вопросы личной жизни делового творческого партнерства это время красоты светской жизни и вечер пятницы когда луна в гармонии с венерой может принести приятные подарки под подарками мы имеем ввиду не обязательно вещи предметы деньги или украшением подарком может стать конечно же встреча с любимым человеком с другом или подругой суббота и воскресенье проходят на фоне острой эмоциональной луны в знаке скорпиона это самые сложные дни лунного месяца когда мы получаем машу массу эмоциональных финансовых ударов наберитесь терпения не реагируйте на провокации не общайтесь с разрушительными негативными людьми случае острых проблем ищите помощи понимания у астрологов и психологов прогноз для знаков зодиака кратко знаки огня овны львы стрельцы должны ощутить подъем с 21 марта потому что начинается огненный знак зодиака овна конечно мы ожидаем для огня определенный подъем овны получат больше возможности влиять на происходящее но готовьтесь к тому что вам по-прежнему нужно мало говорить мало руководить много слушать много думать и много учиться львам станет значительно проще решать вопросы добиваться своего можете постепенно выходить из своей засады или из творческого отпуска однако львы третьей декады остро ощущают конфликт между венеры и марсом который на этой неделе поэтому их может несколько штормить в личном общении стрельцы также чувствуют пробуждение с четверга почувствует вечер понедельника может оказаться весьма позитивным для стрельцов но среда будет явно не ваш день вероятны неприятные ошибки и потери заметим что полноценное деловое пробуждение огненных знаков да я бы сказал что и у всех нас с вами может наступить только с 17 апреля вместе с переходом меркурия в огненный знак овна это будет настоящее наступление весны я бы сказал интеллектуальная деловая весна наступает 17 апреля знаки земли сейчас планомерно работают на результат хотя он может появиться через две недели или через полтора два месяца тельцам несколько сложнее потому что на их территории сейчас планета силы и планета конфликтов марс сила это хорошо конфликты это сложно пребывающий в конфликте с водолеем не исключены удары по здоровью и финансам неприятности в общении с близкими особенно в понедельник и субботу воскресенье конечно девы весь март находится в большом напряжении потому что все идет не так как нужно во вторник и среда у вас очередная битва с хаосом во внешнем мире полной победы у вас скорее всего не будет зато можно выявить ключевые проблемные места слабых сотрудников которые вас постоянно подводят в эти дни важно помнить о своем здоровье ну понятно что не только о своем козерог страдает от неопределенности неорганизованности этого месяца я так полагаю старается терпеливо справляться с бытовыми задачами с четверга может получить быстрый прогресс во многих деловых ситуациях но рассчитывать лучше на самих себя равномерно распределяя свои силы на дистанцию всей недели знаки воздуха на этой неделе могут испытывать взлеты и падения на самом деле стихия воздуха сейчас на небе практически не активно только венера водолей временами приносит позитивные встречи и подарки но временами дает эмоциональный финансовый спад из-за друзей любви тяжелых новостей близнецам весам водолеем на этой неделе может быть сложно общаться может не хватать взаимопонимания с людьми возможности в работе могут мешать болезни души и тела будем объективны если вы посмотрите на картину гороскопа на неделю которую я выложил в инстаграме который есть у меня на сайте волокон цифру которую вы найдете у меня в фейсбуке кружок с расположением планет на неделю вы увидите что в знаках воздуха просто ничего не стоит и там есть только одна венера тем не менее для знаков воздуха хороший период недели это четверг и пятница 21 22 марта потому что луна идет по воздушному знаку весов помогает развивать налаживать контакты тяжелый период возможно утро понедельника и выходные дни когда луна идет по эмоциональному водному знаку скорпиона 23 24 марта знаки воды сейчас одни из самых активных но активность направлена на внутренний мир решение проблем прошлых лет потому что ретро-меркурий погружает нас естественно назад в прошлое заставляет решать проблемы которые идут из прошлого идут из прошлого года может быть идут из периода там шесть лет назад много сил уходит на перестройку работы бизнеса реорганизацию домашней жизни раки погружены в медицинские психологические проблемы но при должном терпении получат разрешение важных ситуаций уже начале апреля скорпионам сейчас не просто из-за того что марс пребывает в знаке тельца прямо напротив противоположном знаке приходится решать финансовые вопросы заниматься тем что скорпионы не очень любят вопросами питания хозяйственными делами важно учиться работать спокойно практично не выплескивать слишком много эмоций как мы знаем с вами одна из проблем водных знаков проблем скорпиона в том что очень много сил уходит на эмоции на реальную практическую созидательную деятельность иногда уже сил эмоций не остается если скорпион учиться у тельцов и конечно все знаки противоположные должны учиться друг у друга тельцы у скорпиона скорпионы и тельцов в раке у козерогов козероги у раков если мы учимся водные знаки не выплескивать эмоции спокойно разделять обстоятельства это одно наши эмоции относительно них это другое и вкладывать силы в достижении результата тогда оказывается что мы можем сделать значительно больше лучше и быстрее поэтому скорпионы учимся многому учимся у тельцов значит луна в знаке скорпионов выходные как обычно это период славы для скорпионов потому что в это время вы необходимы окружающим понятно по какой причине по секрету скажем по причине той что окружающим плохо в это время поэтому они нуждаются с кем-то поделиться кому-то выговориться им нужны скорпионы силу того что они понимают душевный мир понимают секреты всегда скорпион готов выслушать тех людей которым плохо по какой причине мы с вами догадываемся по причине того что скорпион слишком хорошо знает что такое когда человеку плохо а поскольку он это слишком хорошо знает он с пониманием относится к тем кому плохо и кто к ним конечно же пришли по большому счету скорпион в общем то должен быть по жизни всегда целителем он преодолевает свои сложные ситуации а потом исцеляет людей вокруг него потому что он помогает им преодолевать их сложные ситуации вот это все будет актуально в выходные дни в субботу и воскресенье таким образом это период славы для скорпионов когда они необходимы окружающим но также это период обострения типичных проблем самих скорпионов о которых они прекрасно знают не будем говорить слух потому что а вы не первый год живете вот все свои проблемы хорошо представляете значит рыбы могут быть сильно погружены прошлое не спешите бежать вперед потому что ретро меркурий пока еще нас с вами не отпускает ретро меркурий в знаке рыб значит больше всех он не отпускает собственно самих рыб развернется в прямое нормальное обычное движение он только с 28 числа но это где-то через неделю может быть чуть больше поэтому сейчас пока не торопитесь пожалуйста не спешите не говорите хоть бы эта неделя сложная закончилась хоть бы это сложный месяц закончился не надо так говорить потому что небеса или космос я не знаю с мироздание отпустили эти недели этот месяц для того чтобы мы проводили какую-то важную работу что-то перестраивали у себя в голове в душе в отношениях в бизнесе если мы просто закроем глаза уснем перепрыгнем через эту неделю значит мы просто не проведем очень важную работу и она потом выльется в какой-то момент на нашей дальнейшей дистанции на нашей дороге движения поди 2019 году вы лица в то что вы скажете а вот я в эту неделю выключился впал в анабиоз ничего не делал и я потерял эту неделю то есть на самом деле любая сложность которая есть на небе которая ей встречается нам на жизненном пути эта сложность несет себе и какой-то шанс шанс преодолеть сложной ситуации поэтому давайте не засыпать не выключаться не делать страуса голову в песок а наоборот честно идти сложной ситуации честно с ними разбираться вот тогда будет хороший результат значит сейчас нужно решать свои внутренние проблемы родовые даже семейные и иногда национальные вопросы разбираться с тайными болезнями ослабляющими факторами если сейчас рыба выявит ослабляющие факторы вам будет значительно легче с ними разобраться их соответственно откорректировать ослабить и тогда жизнь станет нам порядок светлее счастливее во вторник и среду не стоит убежаться на критику коллег и помощников с их помощью вы можете быстро практично разобраться со многими неприятными делами стать намного сильнее и свободнее желаю всем удачной продуктивной недели напоминаю что сейчас у меня идет тренинг по кармическим фактором гороскопа если он вам интересен заходите на мой сайт волоконцев точка ру читаете любой материал который там есть из последних двух прогноз на неделю описание недели там есть ссылка на этот тренинг кому интересно присоединяйтесь мы работаем занимаемся занимаемся честно выявляем проблемы и принципе добиваемся результатов тоже значит на этом все комментариях пожалуйста напишите мне насколько такой формат приемлем или вам совсем не понравилось потому что ну где-то мне проще написать текст потом его прочитать может быть так быстрее лаконичнее возможно я все-таки в инстаграмовские 10 минут конечно никак не вписываюсь в общем ваши комментарии мне важны потому что это два совсем разных формата когда я говорю спонтанной просто вот излагаю что-то но перескакивать темы на стены с темы на тему или когда я просто это зачитываю в принципе на этом все я постараюсь недельный формат подчеркивать развивать возможно я больше не буду делать ежедневный формат когда у меня в инстаграме вы видели и на фейсбуке тоже выкладывались прогнозы текстовые на день возможно не буду делать потому что есть astra календарь вы можете купить этот astra календарь он у меня продается и у меня это отнимает слишком много сил которые нам нужны на что-то серьезное что-то серьезное например это месячный формат недельный формат и если я потяну эту задачу я постараюсь вам прогнозе на неделю прогнозе на месяц давай комментарии по знакам зодиака за хоть какие-то комментарии вот по ним сейчас тоже дайте мне пожалуйста обратную связь насколько это было не знаю понятно или нет полезно может быть очень кратко ежедневный я уже сказал покупаете у меня в астромагазине календарь на весь месяц ежедневный прогноз я больше наверно в эту мелочь играть не буду если честно давайте делать какие-то крупные серьезные вещи делать на месяц что-то ценное на неделю лучше я по знакам буду вам расписывать неделю месяц это серьезнее на день пожалуйста купили календарь и все между вашу обратную связь из планов в последние дни марта планируем все-таки женский тренинг делать мы сейчас его продумываем я не хочу торопиться потому что в сыром виде нам это не нужно нам нужно это в качественном хорошем виде два женских тренинга как вы помните отношения мужчин и женщин и марс винира и внутри ипостаси женщины и скажу по секрету у нас астрологический новый год 21 числа и я продумываю все-таки сделать большой вебинар про прогноз для россии где мы разберем 5 самых важных карт по которым мы должны с вами понять весь прогноз для нашей страны для россии и когда я если я созрею во вторник среду на эту тему я сделаю объявление буду вас приглашать это будет очень профессиональный очень крутой очень объемный вебинар часа на четыре но мы там постараемся поднять весь объем какой только есть по прогнозу для нашей страны какие смотреть карты куда смотреть я понимаю вот это будет наверное не для новичков это будет очень серьезный такой вебинар ну и посмотрим на годовую карту я думаю которая называется карта ингрессии солнца знакома то есть это будет практически все что мы можем на сегодня рассмотреть для понимания прогнозов страны но я думаю что эти занятия будут закрыты открыто в ю тубе на тысячу человек я делать не буду но это будет закрыто только для людей которым это действительно интересно без посторонних если будет такой план если это сделаю будет анонс на этом на сегодня все спасибо за внимание пишите комментарии пожалуйста и выпуски на неделю и на какие-то важные события астрологические я буду делать всегда очень рад вашим комментариям обратной связи вы мне очень помогаете хорошей всем недели поддерживайте друг друга помогайте проживать период и ретро меркурия и венеры который сейчас немножко сложновато на этом все спасибо за внимание до новых встреч с вами был евгений волоконцев проект классическая астрология мой сайт волоконцев точка ру